И, кажется, я поняла, вот эти дырки под забором, потому что все уходят, с ними просто что-нибудь случится. Не могу, ну почему он так делает? Ну зачем? Я видела! Я видела! Я не знаю, у меня просто нет никаких мыслей, ребят, я никогда с таким не сталкивалась. На голое тело, норма... Голое тело. Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои пёсели! Четыре штуки. Киска Алиска, как всегда, с утра ушла куда-то на улицу, и я очень надеюсь, что когда мы туда пойдем, мы ее найдем, потому что она все время где-нибудь пропадает. Прошу прощения сразу за беспорядок, просто у нас опять стройка, и это как раз я сегодня тоже вам покажу и расскажу, что же мы строим. Я прошу вас поставить лайк, если вы хотите больше таких вот именно жизненных влогов. Посылки. Если хотите распаковку, тоже ставьте лайк. И обязательно свои комментарии пишите. Вот, например, про этот бардак я говорю, и вот про это. А это, кстати, от нашей новой люстры! Все видели, что у нас там просто висела лампочка, а теперь, наконец-то, здесь есть люстра. Она офигенная просто, у нее очень много лампочек, она нереально ярко светит. И если еще не подписаны, видите нас впервые, подписывайтесь на наш канал, да. Эй, Ван, ты испачкал... Вот тут вот эти две двери, они заканчивали дом, и, по сути, вот там за ними должна была быть веранда, патио открытое. Но что-то пошло не так. Эй, Ван, слезь с пуфика скорей! С пуфика слезь! 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 Слезь, Вась! Слезь, жопа, ты пушистая! Я сейчас надену свои кроссовки. Кстати, у меня в инстаграме, если вы не в курсе, что и у меня, и у ребят есть инстаграмы, то подписывайтесь на них. Там все, когда увидели вот эти вот носочки с перчиками чили, говорили, что они прикольные. Да, я их люблю. Ну что, ребят, погнали? А это мое альфа-гравити, на котором я занимаюсь и вешу, так как это наше первое лето в Мэджик Хаусе, и именно этим летом случатся все самые эпичные события. Я предлагаю вам делать последовательные выпуски и каждый раз рассказывать, что у нас здесь происходит, что меняется, и какие события случаются. Именно вот в таком вот влоговом формате на эту камеру. Если вам понравится эта идея, я буду безумно рада, потому что мне кажется, это будет намного динамичнее, импичнее и интереснее, если мы будем делать это таким образом. Да, покемон? Ю-у-у! Кстати, видите, вот тележка. На ней мы возим все, и я иногда по вечерам, когда разбираюсь в саду, я сажаю всех собак в эту тележку и катаю их. Пупсики все время едят траву, помогают в стрижке газона, ведь его постоянно нужно стричь. Посмотрите, ты газон тоже ешь? Я хочу напомнить вам про наше Мэджик Лето. Кто еще не в курсе, есть такой лагерь, называется он Звучи, находится в Сочи, и только в Сочи, нигде в другом месте. И в этом году я буду там, в июне, в июле и в августе, в трех сменах подряд, это детский, элитый, творческий, вокально-театральный лагерь, и я буду там давать мастер-классы по видеоблогингу. Как снимать видео, как зарабатывать на своем канале, как вообще завести канал, как не стесняться камеры, и очень много всего интересного. Там будет еще очень много крутых преподавателей, которые будут учить вас танцам, пению, актерскому мастерству, чего там только не будет, и кого там только не будет, а в конце концов вы еще поставите мюзикл. В общем, я считаю, что это реально очень крутой шанс такой, начать свою карьеру в шоу-бизнесе, начать свой творческий путь. Я постоянно это напоминаю вам и повторяю, потому что несколько мест всего осталось в лагере, и мне будет очень обидно, если кто-то вдруг об этом не знал и узнает только потом, когда мест уже не останется. Поэтому ссылочку внизу в описании на лагерь я оставлю, заказывайте путевки, бронируйте их, рассказывайте своим родителям, чтобы они знали, потому что там будет очень много всего, и это не просто какая-то там встреча со мной, а это 114 часов развития своего творческого с разными крутыми людьми. Это море, горы, солнце, очень крутые летние каникулы. Очень круто поехать в такое место. Да? Да, покемон. Вот этот вот маленький монстр-покемон постоянно конкурирует с афишей, постоянно с ней дерется, что-то с ней выясняет какие-то отношения, а? Потому что они обе доминантные собаки, и у них постоянно какие-то терки. Зачем ты ешь мой палец, юный? Короче, вот здесь заканчивался дом. Теперь он продолжается вот сюда, в это большое достаточно пространство, огромное, я бы сказала, и здесь сделали вот такие колонны, чтобы они держали крышу. Самое крутое это то, что на крыше будут окна, и сквозь них можно будет по ночам смотреть на звезды. Вот эти все промежутки между колоннами, это будут окна, вот это все будут окна, стекло, и через них будет видно практически весь двор. Там тоже будет окно вот в том треугольничке, во всем доме плитка, а вот здесь будет деревянный пол. Это тоже маленькая такая вот галочка была, где-нибудь сделать деревянный пол, поэтому я вам, если интересно, буду рассказывать и показывать. Я надеюсь, вам тоже нравится, и вы напишите какие-нибудь идеи, что здесь можно будет сделать. Вот так, кстати, выглядит эта часть дома со стороны. К сожалению, крышу я вам показать не могу, наверное, будет не видно просто-напросто. Давай. Лови. Пайкину. Вместе с вами обойдем дом с той стороны, и я покажу, как же он преобразился, но сначала я хочу сходить вот туда и проверить, нет ли там киски-алиски. Вот уже Висюльку первую звенелку повесили, она из Таиланда приехала. Вот он и Васик пришел, молодец мой пупсик. Мне даже страшно представить, сколько еще впереди. Вот он наш таинственный, как я называю его, сарайчик, в который мы практически не заходим. И если хотите, мы как-нибудь его вместе с вами разберем. То есть я прям сниму видео, как мы будем разбирать этот сарай, потому что, мне кажется, мы можем там что-нибудь интересненькое найти. А еще у нас в доме есть чердак. Я как-то просто показывала вход на чердак. И мне нужно там прибираться и разбирать этот чердак. А я точно знаю, что там есть какие-то коробки со старыми пленочными фотографиями. И мне было бы очень интересно на них посмотреть. Поэтому, если тоже хотите, давайте вместе это сделаем. Мне кажется, это будет очень круто. Вот здесь у нас есть ворота, за которые очень часто Киска Алиска убегает и бежит просто туда, в лес. И ребята стали за ней повторяться. В итоге, как вы видите, вот эти вот входы пришлось перекрыть досками пока что. Потому что иначе они просто тупо все куда-нибудь уходят. И потом приходится их искать. Тебе не надоело мячика за собой таскать, а? А вот тут вот у нас большая яма. Кто отгадает, что это за глубокая яма и для чего она такая огромная, тому передам привет в видео. Так что пишите комментарии. Киски Алиски на территории я не вижу. Я не понимаю, как она пробирается через забор. Я обошла уже весь забор по периметру и, кажется, я поняла. Вот, видите, здесь есть дыра. А в основном везде мы просто позакрывали дырки в течение всего участка, чтобы они не выбирались под ними. А Юми сейчас из-за меня узнает про эту дырку. Надо ее закопать скорее. Короче, я не преувеличиваю. Это реально вот серьезная проблема. Вот эти дырки под забором, потому что все уходят. Они же маленькие собачки. Алиска маленькая. И они умудряются пролазить и сбегать. И потом просто ты ходишь их и ищешь. Я переживаю не за то, что они куда-то ходят гулять. Я переживаю за то, что у нас здесь в районе есть и другие большие и злые собачки, которые могут на них напасть. И я переживаю за то, что с ними просто что-нибудь случится. Я только что видела, как Юмичу вылезла из-под этой дырки. Она пробралась все-таки туда. Эйван! Мне кажется, Эйван тоже туда сбежал. Не могу, ну почему он так делает? Ну зачем? Я не знаю, блин, что мне делать, господи. Пока мы идем на ту сторону, чтобы выйти за калитку, чтобы найти Эйвана. Я видела! Я видела! Эйван! Какого фига? Зачем ты туда полез? Иди сюда, быстро! С этой стороны дома, где зимний сад, вы уже можете увидеть, как началась отделка. Она, кстати, здесь уже от начала до конца. Здесь еще внизу будет как бы темный такой, такая темная плитка цвета крыши нашей. А весь дом будет отделан вот такой вот как бы белой под кирпич плиточкой. Мне кажется, что это очень красиво, очень стильно. Не знаю, видно ли меня, вот я машу вам ручкой. Здесь тоже на моей комнате уже половинка сделана. Тут у нас везде бардак. Кстати, видите, вот эти вот шарики? Птичья какашка. Короче, вот эти шары разных размеров, они на солнечных батареях. Внутри там солнечные батарейки, они днем заряжаются вот от солнышка, а вечером они светятся. Это так прикольно выглядит. Здесь уже кое-какие закупки для сада. Ну и вот с этой стороны дома уже практически все закончено. Помните, что было до и что стало сейчас? Здесь еще не отделан низ тоже, но вот эта вот вся стена уже закончена. Сделана вот эта вот крыша, белая такая штука. Но если вы приглядитесь, то между плитками вот здесь вот очень такие большие пространства, и это называется затирка. То есть они еще будут затираться, и не будет таких сильных разделений плитки. Я же не рассказала вам про наш гараж. Сейчас я его покажу, потому что он уже доделан вообще почти. А вот это вот к теме побегов. У нас здесь есть ворота. Они либо на кнопочке открываются, отъезжают, либо руками можно их выталкивать. И вот здесь вот под ними есть ход. Зимой кто видел влоги? В общем, сейчас их приходится каждый раз вот так вот заделывать досками, иначе они просто, ребята, пытаются куда-нибудь пойти гулять. Вот, видите? И это происходит постоянно. И зачинателем вот этих всех событий является вот он, Эйван. Он постоянно хочет куда-то... Посмотрите. Посмотрите на это. Софи, ты при мне это делаешь? Ты сейчас башкой застрянешь там. Ты что? Я не знаю, что делать с этим просто. Я не знаю. Я не знаю. У меня просто нет никаких мыслей, ребят. Я никогда с таким не сталкивалась, потому что мы никогда не жили дома. И это начало нашей жизни летом здесь, и это просто капец. По поводу гаража. Он уже покрашен весь. Кто помнит, здесь было просто деревянное все. Вот здесь были блоки, теперь уже все здесь отделано, покрашено в белый цвет. Здесь вот такие вот окошки сделаны. Низы еще не сделаны, пол тоже еще не сделан. Все это будет доделываться. А снаружи он вот такой вот красивенький, беленький, очень классненький. И вот уже повесили отливы. Может быть, еще в саду будут продуманы какие-то штуки, как качели или что-то такое, зоны отдыха. В общем, если вам все это будет интересно, я буду рассказывать постепенно, показывать, что мы делаем и как. Вот. А еще, так как я сказала, что у нас солнце, жарко и тепло. Ну, в Толстовке, кстати, не очень жарко, учитывая, что она голая тела. А вот по поводу шапки многих может возникнуть вопрос, типа, господи, у тебя такое солнце зафигатое в шапке. Во-первых, я люблю шапки. Я могу их носить круглый год. Они просто могут быть по разной теплоты, тонкие или толстые. Но я их реально люблю. Шапка это часть меня просто. У меня даже была идея выпустить какой-нибудь мерч со своими шапками. А во-вторых, это будет такое искреннее признание сейчас вам, у меня проблемные волосы, я считаю. То есть они очень кудрявые и порой в такую погоду, влажно-солнечную, они очень пушистые. Именно поэтому, возможно, они не такие длинные, хотя я сейчас хочу их растить, прямо вот-вот очень длинными делать. Да, Софиш? Ты у нас длинношерстная, кудрявая собака. Ты меня понимаешь, да? Я, на самом деле, на данном этапе своей жизни, многие, кстати, заметили вот эту тему с париками, я просто начала снимать смешилкиных, и отсюда появилась куча париков. Я тоже стала их носить какое-то время. Посмотрите, посмотрите на эту морду. Я не могу, покемон такая смешная. Ладно. Кису Алису я так и не нашла, но я очень надеюсь, что она найдется. Тем более, у меня есть очень важное и серьезное видео про нее, которое я хочу снять для вас. И также еще расскажу про проблему с Софишкой. Но это в другой раз, а сегодня переходите по ссылкам на новые ролики на других наших каналах и увидимся скоро в новых видео!